В пандемию доверие россиян к СМИ выросло. В первую волну коронавируса для запертых в четырех стенах людей телевидение, интернет и радио стали единственным окошком в мир. По указу президента, когда вся страна сидела на самоизоляции, СМИ работали. Журналисты освещали и продолжают освещать работу медиков в красных зонах ковидных госпиталей. Рассказывают о мерах, которые предпринимают чиновники, чтобы остановить распространение болезни. Власть максимально идет навстречу, допуская журналистов к работе. Но Сарова это не касается. 26 октября в городской думе прошло заседание планового бюджетного комитета. Депутаты решали вопросы бюджета и благоустройства округов. Канал-16 всегда освещал такие встречи, но в этот раз нам указали на дверь. Мы настоятельно просили людей, не причастных к работе комитетов, на комитетах не присутствовать. Это касалось и представителей средств массовой информации. Предлагается сегодня, чтобы это официально звучало, объявить заседание закрытое. В качестве аргументов ссылались на то, что другие СМИ, узнав о том, что на заседание пустили нашу съемочную группу, также захотят присутствовать. У нас сколько средств массовой информации в городе достаточно большое количество зарегистрировано. И, в моем мнении, все должны находиться в равных условиях. И если сегодня одни прислушались и не пришли, увидят, что, в принципе, можно и не прислушиваться к нашей просьбе, придут завтра все остальные, будет уже не 4, а 44. Предыдущие граждане скажут, зачем мы отличаемся от СМИ, значит, мы тоже хотим послушать, и работа публичная. Антон Ульянов лукавит. В заседании комитетов, как правило, толп журналистов не собирают. По пальцам одной руки можно перечислить тех, кто комитеты не пропускает. Два, максимум три СМИ, которые работают на оперативность и зависят от видеокартинки. Все остальные традиционно довольствуются пресс-релизами. Если бы у нас зал был переполнен и представителей СМИ было бы 40 человек, тогда, может быть, это было бы справедливо. Их 4 человека максимум, если не меньше. Поэтому я считаю, что большой беды не будет, если мы СМИ оставим. Итог. Десять депутатов проголосовали за то, чтобы сделать заседание закрытым, то есть выгнать журналистов. Шестеро против. Кто за? Кто голосовать? Так считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, десять за. Владимир Путин неоднократно обращал внимание, что муниципальная власть должна не засиживаться в кабинетах, а выходить к людям. Если выстраивать работу городской думы так, как это произошло 26 октября, то призыв президента останется неуслышанным. На заседаниях профильных комитетов детально рассматривают проблемы города и его жителей, озвучивая порой непопулярные решения. И есть опасения, что ковид может стать главным аргументом власти на пути к полной закрытости от горожан.